Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary. Окей, английский язык элементарно для начинающих, и вы находитесь в плейлисте «Английское аудирование для новичков». Мы с вами учимся слушать английский и понимать его на слух. Да, это тоже навык, он тренируется, нужно выполнять упражнения. Я разработала для вас упражнения, которые я записываю в видеоуроках, и урок за уроком, кто работает, уже имеют хорошие результаты. Кто только присоединился, давайте, проходите старые уроки и нагоняйте остальных. Итак, сегодня мы продолжаем с вами говорить о вопросе с предлогом. Это вторая часть предыдущего урока. Сегодня у нас будет всё посвящено только одной грамматической конструкции. Мы посмотрим, как она может интересно обыгрываться, но материал тот же. Итак, мы с вами помним, что у нас есть пять основных шаблонов, как задавать английский вопрос. Это вопрос общий, ответ на который «да» или «нет». Это вопрос разделительный, то есть, когда у нас идёт основная часть и переспрос. Тебе нравится, Джон? Правда? You like John, don't you? Далее у нас идёт специальный вопрос, который нужен для дополнительной информации. Например, who is she dating with? С кем она встречается? Есть у нас вопрос к подлежащему. Это вопрос who или what. What is it? Что это? Самый базовый пример. И вопрос со словом или, где у нас в какой-то части есть альтернатива. Do you like rock or classical music? Тебе нравится рок или классическая музыка? То есть, где-то в вопросе есть слово or. По структуре общий, специальный и вопрос или очень сходится. Мы с вами сегодня смотрим на специальный вопрос и на его, в частности, на его модификацию, вопрос с предлогом. Помним, что этот вопрос задаётся по максимально полной схеме. Вот она перед глазами. У вас будет использоваться вопросительный порядок слов. У вас будет вопросительное слово в начале обязательно. Этот вопрос всегда связан с дополнением. То есть, он намекает, что вот где-то здесь будет получена дополнительная информация. Для этого вопрос и задаётся. Такой вопрос, вопрос с предлогом, да, заканчивается на предлог. Предлог связан с вопросительным словом. Ну и, в общем-то, может быть связан с предыдущим словом, сразу после которого он находится. Сегодня мы работаем со связкой what like, которую мы переводим как какой, на кого похож, какого ты о нём впечатления, мнения и так далее. Итак, давайте сначала послушаем мини-диалоги, в каждом из которых будет звучать вопрос со словом what like. Вы можете смотреть на эти диалоги. Они у вас написаны на экране. И давайте слушаем диктора. Потом, думаю, будет намного проще. После разбора понять абсолютно всё, что он скажет. Пока, как бы, актуализация знаний. Что вы можете на данном этапе понять на слух. Поехали. 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 Так, теперь давайте переведём эти мини-диалоги. Видим, что у нас всё как бы по репликам, да, всё красивенько, должно быть наглядно. Окей. There is a new restaurant near my house. What is it like? Is it good? I don't know. I haven't eaten there yet. У меня новый ресторан возле дома, да, и какой он хороший. Не знаю, я там ещё не ел. What's your new teacher like? She's really good. We learn a lot. Ну, как тебе твоя новая учительница? Она очень хорошая, мы многому научились. I met Nicole's parents yesterday. You did? What are they like? They're very nice. Я вчера встречался с родителем Николь. Да, и как они? Они очень милые. Did you have a good vacation? What was the weather like? It was great. It was sunny every day. Ну что, как прошёл отпуск? Какая была погода? Было отлично, солнечно каждый день. Ну что, смотрим. Окей, будем разбирать по блокам, по диалогам, да. There is a new restaurant near my house. Есть новый ресторан возле моего дома. Когда мы говорим, что что-то где-то есть, имеется, находится, располагается, мы предпочитаем для этого шаблон there is, there are. Потом мы указываем что, а потом где. There is a new restaurant near my house. Есть новый ресторан возле моего дома. Удобно переводить с конца. Возле дома новый ресторан. What is it like? Какой он? Is it good? Он хороший. Is it good? Это пример общего вопроса. Вот этого, который начинается со вспомогательного глагола. А вопрос what is it like? Это пример специального вопроса. What is it? И от дополнения у нас осталось слово like. Я хочу сразу предупредить, что like в данном вопросе это не глагол. Это не like нравится. Like в данном случае работает как предлог. Когда это трудно понять, трудно смириться, что like иногда не глагол, но так оно и есть. Как понять, like это глагол или не глагол? Если у вас like стоит в связке с be, как здесь, is like, то like это не глагол. Like это предлог. Be like это быть похожим на что-то. What is it like? Какой он? То есть, как он тебе? Какой? Какой этот ресторан? Is it good? Он хороший? I don't know. Я не знаю. I haven't eaten there yet. Я там еще не ел. Здесь у нас пример present perfect. Haven't eaten. И слово yet как маячок времени. Говорим об отсутствии результата. Ссылка у нас, по-моему, в 15-м юнете мы говорили о present perfect. Дальше. Какая у тебя, как твоя новая учительница? Какая она? Она очень хорошая. Мы многому учимся. И так. Мы видим, что, опять же, вопрос у нас состоит из первого элемента what и последнего элемента like. Опять же, мы видим, что what связано с глаголом beat. What is. Теперь о ком вопрос? Было it, стало your new teacher. И потом like. Вот он здесь. What is your new teacher? What is your new teacher like? Пропускается опять блок со смысловым глаголом. И от дополнения остается только предлог like. What is your new teacher like? Какая твоя новая учительница? Как она тебе? То есть, какое у тебя о ней впечатление? Вопрос what like помогает нам узнать мнение, впечатление человека о чем-то. То есть, он помогает получить описание. Если вы хотите, чтобы вам описали что-то или кого-то, спросите об этом. What is it like? What is she like? What the weather like? Что-то такое. Сначала what, потом вариант глагола be в соответствующем времени. Am is our, was where? Ну, am is our, конечно, я разогналась. Скорее всего, будет is, are. Ну, там, was where. И в конце обязательно like. И мы действительно получаем описание. She's really good. Она очень хорошая. We learn a lot. Мы учимся многому. Третий диалог. I met Nicole's parents yesterday. You did? What are they like? They're very nice. Я вчера встречался с родителями Николь. Да. И как они? Они очень милые. Итак, что мы здесь видим? Видимо, парня, который встречается с Николь, спрашивают, что там был званный ужин. Да. Вернее, он об этом сам говорит. I met Nicole's parents. Я встретился, познакомился с родителями Николь yesterday и вчера. Я перевожу met как познакомился, потому что глагол meet – это не только встречать кого-то, ну, скажем, на улице, а это также и впервые знакомиться с человеком. I met Nicole's parents означает, что я познакомился с родителями Николь, а не встречался с ними. И это логично, потому что далее следует вопрос you did, правда? То есть ты это сделал, you did – это пример как бы такого редуцированного полуразделительного вопроса. Ну, он такой неполноценный. Мы это не относим ни к одной из схем, это разговорный вариант. What are they like? Какие они? То есть действительно он их увидел в первый раз. What are they like? Видим, что снова наша схема появилась. They are very nice – они очень милые. И действительно мы получаем описание. На вопрос what are they like дается описание they are very nice. Далее, еще один мини-диалог. Did you have a good vacation? What was the weather like? It was great. It was sunny every day. Ну что, как у тебя прошел отпуск? Ты хорошо? Какая была погода? Отличная. Было солнечных каждый день. Итак, здесь у нас два вопроса. Did you have a good vacation? Ты хорошо отдохнул? Have a vacation – это отдохнуть, то есть иметь отпуск. Have a good vacation – то есть хорошо отдохнуть. Дословно, ты имел хороший отпуск. По-русски. Ты хорошо отдохнул? Вопрос является примером общего. Did you have a good vacation? Да, вопросительного слова нет. Но нас интересует вторая часть. What was the weather like? What was the weather like? И он, в принципе, укладывается во всю эту схему, да, и смысл – мы хотим получить описание погоды. Поэтому мы спрашиваем, какая была погода или как тебе погода? Так как действие было в прошлом, соответственно, вариант глагола be уже выглядит как was. It was great – было отлично. It was sunny every day. Было солнечно каждый день. Ну, вот мы с вами посмотрели, как всё это работает. Давайте, наверное, мы с вами в качестве практики сделаем сегодня другое задание. Я не буду сейчас считать все эти примеры. Мы с вами поговорим, как будто у нас уже диалог. Давайте так. Я буду задавать, я буду читать все зелёные реплики, а вы будете мне читать все синие реплики, а потом мы с вами поменяемся ролями, да. Давайте сделаем так. Коль уж у нас диалоги, я оставляю паузу, не стесняйтесь. Самое главное – говорите вслух, как прочитаете, так и прочитается, да. Okay, let's go. There is a new restaurant near my house. I don't know. I haven't eaten there yet. What's your new teacher like? Okay. I met Nicole's parents yesterday. They are very nice. Did you have a good vacation? What was the weather like? Okay, great. Now we change the roles. Давайте теперь меняться. Теперь вы будете зелёные реплики читать, а я буду вам отвечать. Okay, let's try. Такой интерактивчик. Start, please. What's it like? What's it like? Is it good? Next. She's really good. We learn a lot. Next. You did? What are they like? Okay, next. It was great. It was sunny every day. Okay, друзья мои, думаю, получилось. Не хочется мне вам сегодня давать задание на повторение. Мы с вами заменили его на диалоги. Теперь, что ещё? Здесь на данном слайде все те же самые предложения переведены на русский язык. И заданий у вас будет несколько. Первое задание – сделать письменный перевод. То есть, вы берёте ручку бумагу и от руки пишете перевод. Не надо его печатать. Важно именно от руки написать, потому что, если печатать, ну, там, в общем, бесполезное занятие, скажем так. Лучше, конечно, от руки. Задание номер два. Глядя на данные примеры, сделать слух перевод на английский. То есть, когда вы уже написали, когда сверились, убедились, что всё окей, а конструкцию вот, лайк вы уже отработали, вам нужно сделать слёту перевод. То есть, глядя на русский вариант, сразу говорите по-английски. И причём говорите это вслух полноценно. Как бы такой вот тренировочный диалог. Ну и, наверное, друзья, мы на этом всё. И ещё раз мы готовы теперь слушать наши примеры. Теперь уже должно быть намного всё более понятно, как по смыслу, так и по звучанию. Вы уже готовы это слышать. Если с первой попытки не поймёте, не отчаивайтесь. Прослушайте столько, сколько вам нужно. Послушайте пять раз, послушайте семь раз. Практика показывает, что если вы одно и то же слышите, даже если вы этот язык не знаете, вы всё равно уже начинаете выделять отдельные слова и что-то слушать, как бы выслушивать. Отдельные слова просто западают к вам в мозг. Поэтому, друзья, слушайте столько, сколько вам нужно. Не надо ставить какие-то там суперрекорды. Не получается с первой попытки? Потратьте чуть больше времени. Послушайте пять раз, послушайте семь раз, послушайте десять раз, пока не станет понятно. И понятно станет. Поэтому отрабатывайте материал. С вами была Елена Викторовна Вагниста. Вы смотрели канал K-English Elementary. Жмите лайк, если урок вам понравился. И до скорой встречи в данном плейлисте. И не забывайте о том, что у меня появился телеграм-канал. Ссылочку вы найдёте в описании к ролику. Обязательно подпишитесь. Там я интересные также материалы выкладываю для вас. И до скорой встречи. Учите английский. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok It was great. It was sunny every day.